конечно знаком читал это очень очень хороший детский писатель детские писатели советские хороших их много я обязательно про это скажу но мне интересно про это говорить в связи с личным опытом потому что я был мальчик резко превосходящий по уровню интеллекта сверстников от этого страдающие тоже был общительный веселый хороший друг товарищ но мне с ними было скучно и времена не они они мне казались идиотами идиотами они являлись потому что кроме всего прочего я жил на рабочей окраине думал все было очень плохо единственная была отдушина там это телевизор так процентов на 15 телевизор то что там был черно-белые там что там пока интернета конечно никого не было даже в проекте и книги книги и журналы вот я например стал читать журнал пионер каток он учился читать под семь лет восемь лет это журнал пионер 9 лет я его читала от курки до курки там что вот крапивина других авторов и но это вот мой мир мир моего раннего детства который значительной степени сформировал меня и как личность и я переживал очень эти все произведения ну и чуточку попозже конечно там началась научная фантастика фантастика сыграла огромную роль художественная литература уже позже позже поздний подростковый возраст и ранее юность там важны есть моменты я на этом постараюсь остановиться если успею если господь даст мне время не очень хочется про это рассказать в том числе рассказать своим детям маленьким чтобы я всегда с ними был всю жизнь и мое детство было с ними и Продолжение следует...